Значит, режим Асада падет, это случится при любых обстоятельствах, потому что режим, который представляет на самом деле очень узкую прослойку населения, это лавиты, он не пользуется поддержкой основной массы населения, суннитов, мусульман, которых 80%. И никакая внешнеполитическая поддержка России или Китая никак не спасет Асада. Единственным способом, который, на мой взгляд, может спасти народ Сирии, а лавитов, христиан от геноцида, который может последовать после этой кровавой развязки, является введение подмандатных территорий. То есть, когда европейское государство, Россия, например, возьмет на себя обеспечение безопасности на территории христианских, компактного проживания христиан в Сирии, например, Франция, лавитов может взять, поскольку это давние исторические связи, а вся остальная территория может находиться под контролем США или Англии, как это, в общем-то, и было. Подобная практика разделения государств на Ближнем Востоке вполне уместна. Это происходит, в общем-то, и в Палестине мы видим, и в Кипре, когда есть республика Северный Кипр, и Кипр обычный. То есть, есть турецкий, есть греческий, киприотский. Поэтому это единственный способ уйти от тотального кровопролития. Все остальные заговоры о том, что Россия каким-то образом вступится, это ничего нереально. Это вопрос был решен еще в начале лета. Асад проинформирован, военной поддержки со стороны России не будет. Военные корабли России находятся там не для защиты Сирии, как многие думают, а для защиты территориальных вод Кипра, где Россия получила контракт на добычу газа в Средиземном море.